Девушки отдыхают Ты не отказываешь меня Хочешь выместить на мне злость на маму, которая бросила тебя Ты поэтому не хочешь помогать Может, ты и прав Я понимаю твою обиду Все это неспроста На твоем месте я бы тоже сделала так, Куркут Но я... Я не такая, как твоя мама Я... Я не бросала своего ребенка А что ты сделала? Меня обманули Забрали у меня ребенка И сказали, что он умер Все эти годы я думала Что он покоится в маленькой могилке Я бы не стала его бросать Если бы знала, что он жив, Куркут Даже если бы все от меня отвернулись Не отказалась бы Ради Бога, помоги мне Прошу тебя, умоляю Прошу тебя Это правда? Я столько лет Проливала слезы у крохотной могилки Я плакивала ребенка Теперь я знаю, что он жив Но я не могу увидеть свое дитя Хоть раз Хоть раз обнять бы его и прижать к себе Сказать ему заветные слова Куркут, умоляю Ради Бога, помоги мне Прошу тебя Пожалуйста Помоги Редактор субтитров А.Семкин Коркут, пожалуйста Отведи меня к ней Расскажи мне все, что о ней знаешь Давай, пойдем прямо сейчас Пожалуйста Умоляю тебя Нет Я не могу раскрывать ее тайну Я должен сначала поговорить с ней Она меня ненавидит, да? Что она говорила про меня? Говорила что-нибудь? Скажи Она обижена Вы даже не представляете, как Она говорит Что вы бросили ее одну Но, но я ведь не знала Клянусь, я правда не знала Поверь Думаешь, я смогла бы оставить ее? А как же ее бесконечные страдания? Ее мучения? Но она все равно не винила бы вас Она бы билась с теми, кто посмел бы дурно о вас отозваться Она была готова отдать жизнь за малейшее ваше Материнское тепло Ради Бога, Куркут Ради Бога, отведи меня к ней Пожалуйста Пожалуйста, я прошу тебя Дай мне возможность хоть раз обнять ее Дай мне хоть раз полюбоваться ею Прошу, помоги А что Если она Не сможет принять вас как мать? Объясни ей Скажи, что я ее не бросала Скажи, что я очень люблю ее И что готова на все, чтобы ее найти Неужели Она не испытывает никаких чувств к матери? Испытывает? Еще какие чувства? Несмотря ни на что Она очень сильно любит вас Но не может забыть прошлой жизни О праздниках, проведенных в одиночку О том, как голодала О том, как звала Маму на помощь, когда болела Не может забыть Куркут Пожалуйста Я действительно не знала, Куркут Не знала Не знала Не знала Абонент занят Пожалуйста, перезвоните позднее Либо дождитесь ответа Чего ты здесь сидишь, а? Чего ты закрылась в комнате? Я просто сижу, мама На улице жарко И я решила немного передохнуть здесь Отдыхают после работы Пойдем со мной, поможешь мне Одно название, семейный ужин Все хлопоты на мне Ладно А где твое кольцо? Здесь А почему ты не носишь? Я боюсь, что потеряю его А вдруг нечаянно ураню где-нибудь? Кольцо Куркута ты же не потеряла Не переживай И это не потеряешь Ну-ка надень его И больше не снимай никогда Теперь ты помолвлена Ну давай, живей, живей Надень, говорю Быстро А теперь пойдем Ты должна помочь мне Идем Когда ты поговоришь с ней? Ты прямо сейчас пойдешь, да? Скоро поговорю Пожалуйста, объясни ей все Скажи, что я тоже страдала Что я люблю ее, хорошо? Я сделаю все возможное Я вечно буду благодарна тебе за это Я буду в неоплатном долгу перед тобой Если сведешь меня с моей девочкой Знаю, я не заменю тебе мать Но я Могла бы быть вместо нее Это я обещаю Ждите от меня новостей Пусти, Куркут, не позорь меня Толга Каранлы отправила невесту выносить мусор Я думала, он устроит тебе райскую жизнь Пусти Мне надо идти У меня куча дел Ух ты Какой Но, как поется в песне Какой Но, как поется в песне Если бы не моя любовь В красоте твоей грош цена Ох, хватит, а Снова начинаешь Если я молчу, то это не значит, что надо так наглеть Откуда эта самонадеянность? А? Я и до тебя была такой Мы уже видели, насколько была искренняя твоя любовь Променял чувства на один поцелуй И твоя далеко не идеальна Дала мне слово, а в итоге Невеста другого Ты лгунья Это я лгунья? Если собрать всю твою лу, что она простиралась бы до самого Измира Ты дьявол в ангельской плоти Ты самый подлый человек, понятно? Значит, я подлый Ты не знаешь, что такое подлость Отныне я переверну все твое представление об этом Клянусь Теперь сам дьявол покажется тебе невинным Ты все равно не сдержишь слово Что ты мне покажешь? Что может быть хуже? Чего тебе? Надо встретиться Есть что обсудить Мне нечего с тобой обсуждать Ты все время твердила Джей Лан Теперь этому конец Оставь нас Ошибаешься У нас уйма нерешенных вопросов Если не придешь, то я превращу твою жизнь в ад Я просто уничтожу тебя Ты ничего не знаешь Госпожа Гунуль ищет свое... И знает, что я владею информацией о нем Она попросила меня найти его Что ты там вытворяешь, Кургут? Ах, теперь тебе интересно? Жду тебя там, где и в прошлый раз Ты же помнишь? Если не придешь То пеняй на себя Хорошо, приду Я убью тебя, Кургут Что, Асиэ, ты теперь всегда будешь подслушивать мои разговоры, да? С кем ты разговаривал? А что, я должен отчитываться перед тобой? Конечно, должен Я мать этой девочки Ты же говорил с Кургутом, да? Что он сказал тебе? Что он может такого сказать? Несет всякую чушь из-за того, что потерял Джейлан Да, этому парню не легко Все переменилось за какие-то 15 дней Даже я не поняла Токсин, твоя дочь не в порядке Как бы нам не пришлось пожалеть Если она послушается тебя и выйдет замуж за толгу, то... Но ведь она сама решила, Асиэ Токсин Давай поговорим, пока не стало поздно О чем мы будем говорить, Асиэ? Скажи, скажи мне о чем Твоя дочь ушла от Кургута Так что не забивай ей голову всем этим Они с толгой помолвлены Это значит, назад дороги нет Все Смотрю, ты примчался на всех парах Хватит болтать Ты позвал, я пришел Переходи к делу Ты расскажешь мне все Что я тебе расскажу? Ты же и так все знаешь Оказывается, нет И ты расскажешь мне Потому что только ты знаешь, как это было И ты еще не на смертном, Андре Не переходи границы Возможно, ты отправишься на тот свет раньше, чем я Я заберу тебя с собой Не бойся А теперь говори Мимдухсаин Мой отец? Нет А кто же тогда? Не знаю Как не знаешь? Я же сказал, не знаю Ты же знаешь все, агунуль Каранлы Я не знаю, парень Ты что, не понимаешь меня? А со сколькими спала эта женщина? Даже неизвестно, кто отец ее ребенка Слушай, ты Не нарывайся на грубость, понятно? А что? Тебя это задело? Да я тебя сейчас Что ты себе позволяешь, щенок? Твоя мать самая достойнейшая из всех женщин, понятно? Ты это знаешь? Она одного мимдуха и знала всю свою жизнь Ты знаешь об этом? Но он обидел ее, бросил А родная мать лишила ее возможности растить сына, понимаешь? Если бы она не взяла толгу То умерла бы от отчаяния Так что подумай Перед тем, как что-то говорить о гунуль Или я убью тебя, слышишь? Убью Что ты сказал? Что это значит? Отпусти мою руку Что значит, если бы она не взяла толгу? Пусти меня Она усыновила толгу? Говори же Я не это имел в виду Усыновила, значит Она взяла его из детского дома Чтобы облегчить свое горе Вот оно На ловца и зверь бежит Счастливо оставаться ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мама, можно мне на улицу? Мне уже скучно Я не знаю, чем заняться Умут Ты снова за свое Я же сказала, нельзя, сынок Он еще ходит где-то здесь И может навредить тебе Мама, я ненадолго Через час я сам приду домой Я обещаю Ладно, я пока оставлю уборку Идем сюда Посидим с тобой вместе Мама, я же буду не один Со мной будут мои друзья К тому же Как только я увижу его Я могу поднять крик на всю улицу Хорошо Тогда я тоже пойду Я пойду с тобой Да Мы пойдем вместе Я буду с друзьями, мама Зачем тебе идти? Они же засмеют меня Ладно Я останусь дома Умут Ладно Хорошо Хорошо Ах ты мой хороший Ну ладно Иди Сходи К своим друзьям Но, дорогой Только на час, ладно? Ненадолго Только на час Хорошо Я не буду опаздывать Ни на минуту Эминэ Не бойся Не бойся, я не трону тебя Не бойся, Эминэ Успокойся Я не причиню тебе вреда Не бойся меня Даже и пальцем не трону Я просто хочу поговорить Нет, нет Не приближайся Эминэ Эминэ, не бойся Я не причиню тебе зла Послушай Послушай, Эминэ Я пришел попросить прощения Я Я не смог Стать нормальным отцом Для сына А тебе Мужем И, клянусь Я очень сожалею об этом Ей-богу Я сейчас Расплачиваюсь За твои слезы Смотри, видишь Я стал инвалидом Не говори мне этого Не говори Прости меня Пожалуйста Улыбнись И скажи, что прощаешь Эминэ Я клянусь После этого Ты не увидишь меня больше Пусть Аллах простит тебя Пусть Аллах простит Послушай Послушай Заткнись Эминэ Смотри Посмотри, что я купил тебе Бусы Я знаю Тебе нравятся такие вещи Смотри Я оставлю это здесь Хорошо? Вот здесь И все Я ухожу Не бойся меня Ладно? Тогда, как только у меня восстановится голос Приступим к записи Надо выбрать песни Хорошо Отлично Ладно Я перезвоню Это Муко? Да Я как раз собиралась позвонить И не могу найти Эду Вы же с Эдой поругались Да Это так Но она Отправила мне записку со словами У меня к тебе важный разговор И я хочу узнать Эда в Европе Италия Испания И так далее А что за важный разговор? Может, она хотела помириться? Я не знаю причины вашей ссоры, но... Я уже устала от игр и высокомерия Эды толка Может, она и хочет помириться Продолжение следует... Эминэ? Ай... Коргут... Фурат... Сестричка, о чем ты задумалась? Все в порядке? Нет... Коргут... Приходил отец Ууда... Посмотри, что он мне купил... Бусы... Очень красивые, правда? Он не забыл, что мне нравятся бусы... Он не обидел тебя? Нет, нет, не обидел... Что сказал? Он раскаивается, Коргут... Попросил прощения... Может, и наш отец придет? Наш отец... Придет? А? Он придет, Коргут? Но как? Он же нас не знает, не видел... Как он найдет нас? Найдет... Главное, чтобы ты загадала... Чтобы он переступил порог этой лачуги... И он появится... Слышишь? Конечно... Я загадаю... Я хочу этого... Пусть он придет... Мы увидимся... Я хочу увидеть его брат... Вот и отлично... Не уходи! Куда ты? Я пойду за твоим отцом... Из-за холодной мести... Из-за холодной мести... Откуда ты идешь? У адвоката была... И? Я разведусь с Алмазом... Хорошо... Он придет в ярость в тюрьме, когда узнает... И, конечно, отыграется на мне... Куркут... Я сказала адвокату, что хочу дать ребенку твою фамилию... Я попросила записать на твое имя... Когда он родится... Как же интересно, а? Сегодня что, папин день? Ты о чем? Ладно, займись бумагами... Раз ты говоришь, что ребенок от меня... Конечно, от тебя... Тогда вперед! Удачи! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ты здесь делаешь? Пусть земля ему будет пухом! Не грусти! Вот его отец рядом! Разные бывают отцы, а ты из хороших! Когда теряешь ребенка, это больно же! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слава Богу, есть долга! Уже какое-то утешение! Правильно! Ты так себя успокаиваешь! Тут уж не до разбирательства о настоящем отцовстве! Что ты несешь? Я о долге! Ты уверен, что он твой сын? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Послушай! Убирайся отсюда, пока цел! Успокойся! Я говорю, это из уважения к тебе! Ты хороший человек! Я не мог закрыть глаза на это! Послушай! Ты не смог отомстить долге и теперь приделся освернять его? Эх! Тебе и хорошего нельзя желать! Я предупредил! Если хочешь, можешь выяснить это! Или же молча смирись! Выбор за тобой! Кстати! Потом ты скажешь мне спасибо! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Брат, разреши я заткну ему пасть раз и навсегда! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хоркут знает мою дочь. Он найдет ее. Он обещал, что поможет мне, и я ему верю. И все же нельзя сидеть сложа руки. Куркут очень хладнокровный человек. У него могут быть свои планы. А зачем ему это? Он не настолько гнусен. Я бы почувствовала это. Не забывайте, он был мошенником. От привычки избавляться не так-то легко. И что же мне делать? Как ему поверить? Например, попросить ей предоставить доказательства. Что-нибудь, что поможет понять, что это действительно ваша дочь. Хорошо. Попрошу. Госпожа Гунноль, все же сильно не надеетесь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушаю. Куркут, у меня к тебе одна просьба. Пожалуйста, пойми меня правильно. Не потому, что я не верю тебе. Я просто... Не хочу больше обманутых надежд. Я хочу убедиться в том, что твоя подруга моя дочь. Как? Не знаю. Не волнуйтесь. Я докажу вам, что знаком с ней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Ну-ка, посмотри, как тебе? О, тётя Ослы, ты приготовила долму? Нет, нельзя, не трогай. Никто не отъедает это блюдо, пока не придёт твой дядя. Сначала он попробует. Посмотрим, понравится ли. Можно было бы и дать кусочек. Куркут всё равно не сможет столько съесть. Сможет. Ты просто не знаешь. Раньше он целыми неделями мог есть мою долму. А мы, значит, будем смотреть, как он ест? Нет, дорогой, ну что ты? Я просто хочу, чтобы мы вместе сели за стол. Что это с вами? Дядя, тётя Ослы не даёт нам попробовать долму, которую приготовила для тебя. Я весь день над этим трудилась. Тогда посмотрим, кто же лучше готовит. Тётя Ослы или тётя Джейлан? Ну-ка, садитесь за стол. Давай, начинай, Куркут. Мне тоже не хочется есть. Приятного аппетита. Ослы! Ослы! Брат! Она же приготовила это для тебя. Попробуй хотя бы кусочек. Ой! Получилось не так, как надо. Ты же сказал, что вкусно. Зачем ты обманул меня? Почему не сказал? Я не говорил, что вкусно. Я сказал, приму с твоих рук даже яд. И мужчина должен сдержать слово. Ты всё время удивляешь меня? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Куркут, брат, осторожно, не подавись. Дай мне своё кольцо. А? Какое кольцо? Которое носишь на шее. Нет, я не могу, это же кольцо моей матери. Эмине, оно мне нужно, я принесу обратно. Брат, это нужно нашему отцу? Ты нашёл его? Ты нашёл его, да? Он похож на тебя? Эмине, хватит, успокойся. Дай мне кольцо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай сюда, доченька. О, спасибо, моя хорошая. Приятного аппетита. Так. Джейлан, садись, доченька. Присаживайся, посоветоваться надо. Ну, что дальше? Как это, что дальше? О чём мы будем советоваться? Скоро свадьба. Помолвка состоялась неожиданно. Мы растерялись, забыли про все обычаи, забыли о кольце. Но свадьба пройдёт безупречно. Нет, мама, ничего не нужно дарить. Мне не нравится вся эта суета. Я устала, я пойду и прилягу. Но, доченька, я выхожу замуж, или ты? А ну-ка, вернись. Пусть придёт время, тогда и решим. Допустим, мы разобрались с этим. Но как быть с работой, Тахсин, а? Как я буду прислуживать госпожа Гунуль? Как она будет представлять меня, когда придут гости? Скажет, что я её свадья, или я её прислуга? Вот о чём надо подумать. Ух, Асия, о чём ты вообще думаешь? Что в этом такого? Разве труд это что-то постыдное? А? Чего мы должны стыдиться, Асия? Мы своим трудом зарабатываем на жизнь.